Всем гостям моего канала большой и пламенный привет! Сегодня у меня выходной, в воскресенье, домашние дела, съездили за покупками. Уже все сложила в холодильник, вспомнила, я же девчонкам не показала. Ну что осталось, девчонки, обычно мясо, колбасные изделия покупали, это мне творог, свининка, сало. Хочу нафаршировать перчики, потому что в этом году меня нет. Купила такие, помельче не было, но хороший мясистый, одного на порции хватит. Собственно говоря, к чему я включилась, попробовала кофе. Это новинка, давно хотела попробовать кофе Эклер от Жордин. Очень вкусный, кто любит такой не кислый, не горелый, хороший вкус. Сейчас почитаю, он ароматизирован или нет, что-то немножко вроде бы есть в нем. Но, девчонки, так вам показываю, потому что сама не подготовилась. Легкое обсмажение, легкой обжарки. Может кто понимает, наверное, это степень обжарки. Двоечка, да. Но мне такое нравится, такое баловство. И купили новинку чай, какие-то были на акции, покупали в АТБ. Аскольд. Аскольд неплохой был чай, он не очень дорогой и вкусный. Попробую потом, расскажу, потому что начинается в школе. Сын берет в термос с собой чайок, так как он у нас в Украине в школе, первые и четвертые классы. Не знаю, девчонки, у всех ли, но в нашем УТГ, в нашем городе дают молоко. Но сын не пьет молоко, пьет какао или несквик. И молоко дают неподогрятые, он такого пить не будет. И он берет в термос с чаюк. Готовлю чай. Вот здесь три сорта. Черный с ананасом, с розой и календулой. Зеленый с грушей и мятой. Интересный блент. Я думаю, мне понравится. И гранд трюфель. Черный кенийский чай с какао-велло от апельсином, ароматизированный. Ну, будем пробовать, девчонки. Уже солнце поворачивается сюда. У меня уже полвторого дня. Машинка на заднем фоне, как всегда, стирает. Хочу показать вам. Закатала помидорки. Это у меня две сушки. Вот с чесночком. В этот раз я не ложила горький перец. Потому что не очень мне понравилось. Вот что у меня получилось. И еще одна баночка была. Шесть баночек получается с двух сушек. Ну, вот такие. Три баночки с полной сушки на четыре яруса. Баночки не пол-литра, а, по-моему, 450. Одна вообще 380. Вот такой выход. Нужно поискать еще крышки. Эти закончились. Купить таких крышек. Баночки есть. И катать в такие. Хорошо будет и на подарки. Так. К бутерброду. Мне понравилось, девчонки, бутерброды. Очень вкусные бутерброды. С такой бедой. Травки набросала. Итальянские травы. Вот такие, девчонки, у меня дела делишки. Вязать совершенно некогда. Но, может, вечером включусь. Так как ездили, купили пуговички к комбинезону. Домучиваю комбинезон. Включусь, покажу. Какие пуговички я нашла. Может, кому-нибудь будет интересно. А сейчас дела, дела домашние. Это как один выходной. И очень много нужно сделать. Готовимся к школе. Купили сыну одежду, кроссовки, канцелярию. Тоже сегодня полдня промотались. Так что не до съемок. Пойдем в школу, будем вязать. Дары осени. Домашний виноград. Очень вкусный. Домашний персик. Он мелковат в этом году. Но мало его, но вкусный. Дыньку. Дали святые. Дали арбуз. А дыньку дала свекровой. Вот такой натюрморт домашняя. Яблочко, грушка. Помидорчик, персик. Вот помидоры, девчонки. Вот такой осенний натюрморт. Работаю еще на кухне. Тушатся у меня перчики. Варится борщ, картошка. Вот такие домашние дела. К вязанию не знаю, доберусь ли сегодня. Не знаю, девчонки. У меня уже 6 часов вечера. У меня в кухне такой армагеддон. Еще помидорами занималась. Положила сушку, сушить помидор. 4 яруса. Вот такие у меня дела. Вот такой мой выходной домашний. На кухне целый день работаешь, работаешь. Нельзя с кухни вылезти. С самого утра я вам включала, съездили, собрали сына в школу немножко. Прикупили продуктов, а сейчас занимаемся домашними делами. Еще в огород не лазила. Стирала тоже целый день. Раз шестой, наверное, я машинка. В огороде собрала немножко только Деборау подсушить. Завтра я до двух работаю. Так что, наверное, девчонки, буду завтра снова помидорами заниматься. Снова буду. Мусорить сейчас уберу, а завтра буду по новой. Ну, так оно и есть. Вот такой виноград. Вкусный сикровень. Немножко как болеет в этом году. Наверное, он у всех так. Картошка девчонки не очень в этом году начали брать. Картошка плохая. Но ничего, хватит. Ах, жалко, что камера не передает аромат. Это у меня фаршированные перцы. Здесь у меня борщ на домашнем бройлере. Все домашнее, все свое. Свекла, капустка, все свое. Чесночок. Аромат. Здесь у меня тушится картошечка. Осталось убрать все это безобразие и садиться ужинать. Но еще, девчонки, напланировала. Вот достала разрыхлитель и ванильный сахар. Ванилин. Хочу еще сделать, ну, как его сказать. Скажите, я скажу пирог. Один вкусный рецепт на работе мне сотрудница дала. Буду делать. Еще огурчики последние нашла. Свекру у меня небольшие. Закрою литровую баночку. Огурчиков таких небольших уже отходит, отходит. Но здесь разные. Сейчас переберу. Эти большие будут есть, кушать. Закрою еще баночку огурчиков. Работаем дальше. Здесь тоже у меня работа кипит полным ходом. Показала, загрузила. Это на сегодня. И завтра буду сушить, заниматься. Баночки еще остались. Масло, приправки тоже есть. Так что сделаю. И жалко, девчонки, на томат молоть. Вот такие дела будем сушить. Оно вкусное, но да, по времени. Электричество, конечно же, тоже тянет эта сушка. И масло. Но куда деваться, нужно перерабатывать. Насадили теперь. Теперь играйтесь. Теперь отдыхайте на кухне. Новая обитательница моей квартиры. Фуксия. Да, девчонки, вы скажете, ты же покупала. То, что покупала, ее уже нет. Больше, наверное, не буду там покупать. Наверное, там какие-то. Или заболевшие. Или не знаю, что она у меня быстро-быстро пропала. А в эту субботу у нас рыночек. Бабулечки продавали. 40 гривен. Вот такое деревце. Обычная-обычная фуксия. Я ее приобрела. Пока не пересаживала, так как цветет вот так, такой горшочек. Поставила. И все. И пусть будет. Красота. Вы слышите на заднем фоне шуршание. Это мой сын убирает свои рисунки. Сортирует, что куда убирает, так как скоро идти в школу. Наводим порядки. Целый день сегодня, да, Назарчик? Рисунки. У нас же он творческий, да, Назарюшка? Он рисует такие картины у него. Вот, девчонки, нажала, покажу. Человека он рисовал. Это Гарри Поттер или кто? Это обычный человек. Обычный человек. Это он на уроках рисования? Не, это я сам по своему опыту. По опыту? Это не на наполнительном уроке, не? Не, это я укрой был дома по своему. Саша, она в числе нарисовала. Ну, ты же сам вчетелька показывала на малювании вот так. Конструкцию облечья, так? Ну, тогда и по-своему. Ты с годами на малюва. Вот я же говорю, девчонки, дополнительно ходит у нас кружок рисования, но там мало мест. На всю школу учительница берет там немножко человек одаренных. Ну, видит, когда у них есть способности, они занимаются. Так вот он ходит, и нам хоть разорвись. Нам получается, что у нас один день в среду получается и музыка, и рисование. Не музыка, а сольфеджио, теория. И не хочется и отобразить и то. Бывают девчонки, так мы с ним договорились, чтобы замотивировать его, и чтобы нам угнаться с двумя зайцами. Бывает, мы одну среду идем на сольфеджио, а вторую на рисование. Потом две среды ходим на сольфеджио, а потом идем на рисование. Вот такие у нас результаты. Так, занимаемся уборкой дальше. Ура, ура, вязание. Показываю вам, что у меня с комбинезончиком. Это видео не о продвижении, о моих процессах. Просто хотела влог добавить немножко вязания. Что, на какой стадии у меня комбинезончик связан. Связан один рукав, капюшон. И вот немножко второго рукава мне осталось довязать. Спрятать кончики и связать ушки, как у мишки. Итак, девчонки. Собственно говоря, к чему я включилась. Хочу показать, что я сегодня была, сегодня ездили сына, собирали в школу. Попала в наш райцентр и в магазин фурнитуры. Ну, такой там для шитья, ткани есть, немножко ниток. И купила пуговички. Единственный магазин у нас на районе. В райцентре, в районе нашем даже, да. Где есть пуговицы. Ну, я же допалась, девчонки, немного. Пока на первые проекты, что мне нужно, я подкупила. Купила вот такую нашивочку, ракетка теннисная. Прищу, наверное, к комбинезончику, будет красиво. Купила я две штучки. Вот как-то, думаю, их приспособить, да, девчонки, будет красиво. Или одну. Ну, одна как-то не пляшет, наверное, две нужно сделать. Сделаю две. Теперь нужно мне определиться с пуговичками. Пуговички купила вот такие. Там с голубых, в общем, было много. Но когда кинулись выбирать, нет, две-три пуговички. Ну, что мне делать, как быть, я решила остановиться на этих пуговичках. Думаю, пусть будут такие, не слишком они броские. Я считаю, будет нормально. Как вам показать? Ну, вот так. Положу так. Мне они интереснее. Пусть будет так. И немножко оно будет как бы ассоциироваться с этой ракеткой. Здесь прозрачненько. Да, девчонки? Так, обычненький такой. Стильненький комбинезончик. Мне понравилось. Будет так. Будет еще красиво. Здесь серединка пришивать буду такой ниточкой. И серединка будет здесь такой. Или крестиком сделаю, или две полосочки, и будет смотреться закончено, покрасивее. То у вас немножко отсвечивает. Не так показывает, как бы. Вижу его я. Вот, девчонки, таких купила пять штучек. Потом сыну на кардиган таких. Тоже мне хотелось таких-то брутальных, мужских. Но тоже по две, по три штучки. Ну, взяла пять таких больших. Я думаю, что тот кардиган, что я вяжу жемчужным узором, там тоже ниточка коричнево-меланжевая. И будет хорошо смотреть такое сочетание, акцент. Они немножко как бы как аквариумы, немножко там перламутровые. Ну, совсем немножко. Я думаю, что для мальчика пройдет. Не такие они особо нарядные. Ну, будет красиво. Пять таких штучек. Потом кофточку вяжу дочке. То, что полосочками. Сейчас, девчонки, наверное, покажу. И посмотрим, как будет смотреться. Потом у меня будет видео более детально. Я расскажу про мои продвижения по процессам. Там я расскажу, что да как. А пока... Пока вот так. Потому что, может, я побыстрее довяжу. Я дам комбинезон. И некак мне будет показать вам готовый результат. Потому что разное может быть. Пока заснимаю так. Вот кофточка. И я к ней купила такие просто обычные. Мне они так понравились, девочки. Такие они мне интересные показались. Цвет такой у них. Я думаю, будет акцент на пуговичках. Она такая все полосатенькая. И взяла таких тоже, как бы, интересных пуговичек. Планку я обвязана. Не знаю еще, что буду делать. Я вам говорила. Или будет жемчужкой сделана планочка. Или просто пару рядов свяжу столбиком без накида. Или тунисским крючком обвяжу. Что-то буду смотреть. Не хочется, чтобы оно и было грубовато. Но пока так. Вот таких пять штучек купила. Пять пуговичек. И буду же я вязать и розовые когда-то. Что-то в ночь. Какую-то кофточку. Или вот такие тоже пуговички. Очень красивый. Такой приглушенный розовый. Скажем так, розовый, пастельный. Красивый цвет. Мне они по своему цвету понравились. Это у них новиночки какие-то. Вот такие розовые пуговички. Вот такие, девчонки, небольшие. У меня были сегодняшние рукодельные покупки. День подходит к концу. Я уже буду, девчонки, отдыхать. Вязать не удастся. У меня уже вечер. У меня уже нет сил. Устала на кухне. Убирала, готовила. Единственный выходной. Я планировала так сегодня довязать рукав. Там вы видите на комбинезончике. Осталось у меня сантиметров 15. Довязать его с манжетом. Но уже у меня нет сил. Буду сейчас идти в душ. Поужинаем. Поужинаем, идти в душ. И буду ложиться уже спать. Так как совсем не осталось сил на вязание. Вот бывают такие дни. Ты устанешь так, что... Хотя и кажется, что вязание отдых для нас. Но бывают такие моменты, что не хочется и отдыхать. Как бы не хотелось. Горячая пора. Справимся с домашними делами, девчонки. Садово-огородними. Наступает наш сезон. И будем вязать, вязать, вязать. На этой ноте хочу попрощаться с вами. Сказать всем спасибо большое, что заходите в гости. Я вас ценю. Крепко-крепко обнимаю. Всех целую. Всем говорю. Пока-пока. Желаю вам здоровья. И встречимся с вами в следующих роликах. Не забывайте, заходите, смотрите. Я никуда не деваюсь, я здесь. Немножко управлюсь делами. При любой возможности снимаю, девчонки. Хотя бы чуть-чуть, если есть физически. Взять. Если руки свободны. Чтобы немножко что-то показать. Спасибо вам большое, что вы со мной. Все. Пока-пока.